Значит, внизу у нас в журнале по умолчанию открывается уже вот эта табличка, в которой мы пишем фамилию, часы, дни недели. Но здесь есть еще титульный лист. Внизу, в левом самом нижнем углу экрана, есть две вкладки. Одна называется «Основной раздел», в котором мы находимся. Вторая называется «Титул». На вкладочку, соответственно, можно нажать и на нее попасть. Вот я нажала. Вот у меня появился титульный лист. Ну, тут все достаточно просто. Здесь у нас есть факультет, кафедра, фамилия, имя, отчество. Там все написано. Единственное, могут быть проблемы с тем, что когда вы нажимаете в окошко, например, вот пишем факультет, портепьяный или струнный, там полосочка, на которой должны быть, соответственно, буквы. Вот если начать печатать в эту полосочку, то она не исчезает, а растягивается. Поэтому я вам рекомендую ее стереть, а потом уже сверху писать. Значит, для того, чтобы что-то там написать, надо два раза щелкнуть в этом месте. Не один, а два. Тогда появляются курсоры, и, соответственно, можно стереть либо влево, либо вправо. Полосочку мы вот так вот стираем и пишем факультет, например, фортепиано. Можно ее дорисовать. Кафедра таким же образом заполняется. Дальше ниже фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность, преподаватель, размер ставки. Тут, я надеюсь, тоже все понятно точно так же. Два раза щелкаем, появляется курсор. Эту полосочку можно стереть. То есть, если я не буду стирать и буду писать что-то поверху, то получается вот такая вещь. Вот, у нас перескакивает слово, поэтому желательно лишние черточки убирать. Наталья, у меня огромная, так сказать, просьба. Я извиняюсь. Вот всем видно сейчас экран, которым вы делитесь? Или только у меня его не видно? Да, да, пожалуйста, вы говорите, если что-то не то. Я вижу. Все, понял. Это значит, у меня в планшете не видно. Сейчас попробую еще раз. Так, значит, например... Кто тут? Кто тут? Тоже, вот опять у меня лишние, соответственно, я убираю. Так, вот туда. Должно поместиться. Дисциплина, дисциплина. Вот тут небольшое неудобство. Дело в том, что я не знаю, кто делал шаблон журнала. Если вы сделаете то же самое, что я говорила выше, то курсор начнет мигать ниже, чем слово дисциплина по вертикали. Они у нас расходятся. Ну, в принципе, конечно, можно оставить и так, но если уже делать все красиво, то можно поправить. Значит, что мы делаем? Нажимаем на вот эту, после слова дисциплина, нажимаем на эту полосочку один раз. В любом месте тут вот квадратики такие получаются. В принципе, в любом месте можно нажать. И теперь идем наверх в меню. Вот я мышкой сейчас показываю. Это правее от того места, где калибри, размер шрифта. И вот здесь вот у нас идет выравнивание по вертикали в ячейке. Вот у нас по умолчанию, если вы видите, выделено сейчас по нижнему краю. То есть у нас текст прижимается к нижнему краю. Надо поставить по серединочке вот здесь. И тогда, если вы уже щелкаете курсором два раза, курсор становится на ту же горизонталь, что и слово дисциплина. И точно так же вписываем. Как я уже говорила, мы в одном журнале, вот мы сейчас смотрим журналы индивидуальных занятий. Внутри вот этого одного файла можно вставить несколько журналов, несколько дисциплин, несколько факультетов. Поэтому, соответственно, здесь и написано, что может быть несколько дисциплин. То есть можно написать там историю зарубежной музыки, музыкальная информатика через запятую. Это не ошибка, это специально так сделано. И год обучения точно так же, по-моему, если я не ошибаюсь, здесь по умолчанию стоит выравнивание по нижнему краю. Мы его опять один раз нажали. Вот рамочка выделилась. Поставили вот здесь вот по центру. Потом два раза щелкнули и написали год. Полосочку точно так же стираем, чтобы она нам не мешала. Пример, 2024, 2025. Простите, а почему здесь учебный год? Они, то есть не год обучения, а учебный год? У меня стоит год. Не стоит. Ну, я понимаю, что год обучения, это год обучения студентов. А в данном случае год, учебный год, совсем другая вещь. А, вы имеете доформулировку. Ну, вот такой шаблон нам прислали. У меня тоже самое стоит. Это, к сожалению, не ко мне вопрос. Но я думаю, можно поменять. Меня тоже, да, я как-то не обратила внимания. Да, конечно, учебный. Ну, можно вот щелкнуть сюда тоже два раза и заменить год обучения на учебный год. Тогда у нас плачет твой. Вот так. Да, извините, пожалуйста, очень мелко показываю. Сейчас сделаю покрупнее. Нет, не сделаю, к сожалению, да. Так, если по этому разделу вопросов нет, тогда переходим к следующей вкладке. Внизу после титула у нас идет основной раздел. Нажимаем на него, попадаем в табличку. Теперь самое главное. Если вот этих вот разделов, которые внизу, титул, основной раздел и так далее, мы можем добавить какое угодно количество раз. Для этого на слове основной раздел щелкаем правой мышкой и попадаем в меню, в котором есть вставить, удалить, переименовать и так далее. Очень удобно переименовать, да, то есть называть не основной раздел, а, например, там теоретики, пианисты, как вам удобно. По названию дисциплины, по названию факультета, это уже зависит от вас. Нажимаем переименовать, выделяется текст, и называем, например, физкультура. И можно щелкнуть или мышкой в любом месте, или нажать клавишу «ввод» на клавиатуре. Тогда название применяется. Там же можно... Извините, я еще раз вмешаюсь. Непонятно, что вы переименовывали. Мы переименовываем вкладку, которая называется «основной раздел». Основной раздел... А его не видно, этот основной раздел. У меня мелко очень, да, сейчас я покажу? Да нет, вообще не видно основной раздел. А титул у вас есть? Нету. Вот начинаются там какие-то остатки верха и штатная нагрузка. А у вас какой журнал открыт? У вас нет, у меня нет доступа к этим, я смотрю только на то, что вы показываете. А, все, поняла. А вы еще ниже, надо еще ниже смотреть. Вот слово «готовь» самый-самый нижний край. Вот у меня сейчас на экране нижняя строка номер 25. Видно? Если повернуть... Да, видно. И еще ниже. Под ней... А как я могу ниже смотреть, если у меня только 25? А там уже ниже строки-то маленькими буквами. Вот я мышка, если видно. Движение мышки видно на экране? Да, да. Вот, а правее от него, ну, у меня уже физкультура написана, там основной раздел. Не видно, ладно, ну, давайте дальше. Соответственно... Не видно, да, но слово «титул». Можно сделать то же самое со словом «титул». Если нет основного раздела, можно сделать со словом «титул», и там будут те же самые функции. То есть правой мышкой на него нажать, его можно переименовать. И еще для удобства вот есть цвет ярлычка, например. Можно его покрасить в какой-нибудь цвет. Зеленый, например. Не очень видно. Или оранжевый. Ну, это чисто визуально, конечно. Делать это не обязательно. И самое главное, можно добавлять вот этих вот листов неограниченное количество. Но если мы добав... Вот если вы посмотрите правее слово «физкультура», если навести мышку, там есть «ставить лист». Если мы туда нажмем, у нас ставится чистый лист по умолчанию. В общем, он белый фактически. Вот, он нам не нужен. Нам нужен уже готовый... Готовая болванка журнала. Поэтому мы нажимаем правой мышкой, вот сейчас, где у меня «физкультура». Нажимаем «Переместить», «Скопировать» в появившемся меню. Твердая строчка сверху. И попадаем в еще одно меню, где у нас есть название нашего журнала. Журнал индивидуальный. Ну, сюда можно не смотреть. И дальше идет «Титл». Идет список вкладок, которые у нас уже открыты. «Титул», «Физкультура» и слово «Переместить в конец». Соответственно, что мы делаем? Нам нужно вот эту вот вкладку «Физкультура» продублировать. То есть мы хотим, например, несколько одинаковых пустых болванок под несколько дисциплин. Нажимаем на слово «Физкультура» и ставим галочку «Создать копию». И нажимаем «Ок». Вот. И у нас появилась «Физкультура 2». Вот. Почему-то она у нас по умолчанию появилась перед вкладкой «Физкультура». Но ее, опять же, можно переименовать. Вы мне извините, нам зачем эта «Физкультура»? Ну, можно не «Физкультуру». Можно... Ну, мы здесь что, физкультурники все собрались. Ну, давайте во что-нибудь другое переименуем. Давайте, не знаю, давайте в, например, «Полифонию». «Физкультуру 2» переименуем в «Гармонию». Если мы вдруг хотим поменять эти вкладки местами, тогда, ну, например, «Гармонию» поставить после слова «Полифония», тогда опять правой мышкой нажимаем «Переместить», «Скопировать». Выделяем «Гармонию» и «Переместить в конец». И жмем «Ок». Тогда она у нас, соответственно, становится последней. Вот, таким образом мы можем добавить несколько вкладок, соответственно, на каждую дисциплину, на каждый факультет. То есть, если у вас индивидуальные занятия по разным дисциплинам, все их можно поставить в один журнал. И настоятельно рекомендую, то есть, если вы будете дублировать вот такие вот, повторять вкладки с пустой болваночкой, делайте это до того, как журнал начнете заполнять. Потому что если вы продублируете уже заполненный журнал, то он у вас сдублируется именно заполненный. То есть, уже будут стоять числа, уже будут стоять фамилии, и придется делать двойную работу, стирать одно и вписывать другое. То есть, гораздо удобнее сделать несколько. Лучше сделать их больше и потом удалить, чем потом переписывать по два раза одно и то же. Так, дальше. Значит, дальше мы идем наверх и смотрим, что у нас есть в журнале. Значит, в принципе, Excel – это одна большая таблица. Я, наверное, завтра подробнее об этом расскажу. Но если вы обратите внимание, у нас есть строки и столбцы. Строки у нас идут… То есть, строка – это горизонтальная полосочка, но нумеруется она у нас по вертикали. То есть, это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – это нумерации строк. Столбцы нумеруются буквами латинского алфавита. Соответственно, это А, Б, С, вот как вы их видите. Когда алфавит заканчивается, то получается две, соответственно. А, 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 Б, А, С, А, Д и так далее. Поэтому иногда, если мы что-то хотим сделать со столбцом или со строчкой, нужно выделять, соответственно, целый столбец. Хотя, когда мы дойдем до этого, я это покажу. Значит, что у нас есть? Номер по порядку. Ну, тут все просто. Нажимаем ту ячейку, в которую нужно, вписываем номер 1, 2, 3, 4. Фамилия, имя, отчество обучающегося. То же самое. Вписываем тут все легко. Специальность, курс, наименование, дисциплины. Теперь такая вещь. Значит, в Excel немножечко отличается от Word. То есть, если у нас пустые ячейки, мы можем просто щелкнуть один раз, вот как я сделала, и начать что-нибудь писать, например. Если мы хотим редактировать вот эту ячейку, например, ошиблись, или нужно что-то другое дописать, то нужно щелкнуть два раза по ячейке, тогда у нас мигает курсор, и мы попадаем в редактирование. Можно либо выделить, стереть, либо Backspace. Нажимаем, стираем. Если нужно добавить студента, например, ошиблись, пропустили кого-то, то поступаем к следующему. Выделяем строчку. Строчка выделяется. Значит, нужно навести мышку на номер строки, и курсор должен стать такой черной стрелочкой горизонтальной. Тут вот если просто навести на ячейку, то получается курсор в виде плюсика. Нам нужна именно черная стрелочка, и если нажать на строчку, то она вся выделится. вправо до конца, до самого. После этого мы идем наверх, в меню, вот здесь вот наверху есть кнопочка «Вставить». Жмем на треугольник под ней и «Вставить строки на лист». Нажимаем. Строчка встала. Единственное, что надо учесть, то, что строчка будет вставляться выше выделенной вами. То есть, если вы вставите, например, там, где у меня была цифра 4, то эта дополнительная строчка встанет наверх. Поэтому тоже аккуратно. Секрет еще есть такой, что если вы выделите одну строчку и нажмете «Вставить», добавится одна строчка. Если мы выделим три строчки и нажмем «Вставить», добавится три строчки. Например, вот сейчас я первую, вторую, третью я выделяю. Можно прям мышкой протягивать вниз, когда строчки выделятся. «Вставить», «Вставить строки на лист». У меня оставилось три строчки. Дальше возникает вторая проблема. Она, конечно, не очень критичная, но неприятная на вид. Как видите, у меня была сеточка черная. После того, как я вставила, у меня эта сеточка оказалась непрорисованная, белая. И вот в этом месте, и вот в этом месте. Для этого мы снова выделяем эти строчки. И вот здесь, где у нас начертание шрифта, размер, жирный курсив и так далее, вот такой квадратик есть. Справа от него маленький треугольничек. На него нажимаем и выбираем все границы. Вот здесь нажимаем, и сеточка заполняется. То же самое здесь. Выделить то, что нужно. Нажать все границы. Дальше у нас идут числа и месяцы. Значит, вот в этой ячейке под словом число мы пишем месяцы. Тут будет сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, например, ниже числа. А по умолчанию здесь почему-то стоит, вот в этой строчке, ну вот, например, если я сейчас напишу здесь сентябрь, то здесь стоит выравнивание по центру. Это не очень удобно, потому что строка одна, месяцев несколько, даты могут быть разные, и не всегда месяц встает над нужными числами. Например, вот я сейчас напишу так. И приходится их... Двигаешь одно, улетает другое, начинаешь двигать дальше, улетает дальше. Поэтому я бы вам рекомендовала поставить здесь выравнивание не по центру, а по левому краю. Для этого, опять же, вот на эту строчку, где я сейчас вписывала месяцы, нажимаем один раз, и такая белая рамочка получается, и ставим выравнивание вот здесь вот. Так же, как в Word, где по центру у нас стоит, ставим выравнивание по левому краю. Вот сюда. И тогда месяцы сдвигаются влево, и можно их уже курсором нормально двигать под те числа, которые у вас будут стоять. Дальше числа. С числами тоже все в порядке. В принципе, это все несложно. Единственное, что обратите, пожалуйста, внимание, в новых формах журналов помимо штатной нагрузки включена еще и почасовая. То есть если вы прокрутите вниз, то там будут часы, дополнительно почасовая нагрузка. И насколько я понимаю, поскольку здесь нет строчки дополнительной для дат, то мы пишем даты для всех занятий сквозные. То есть, скажем, по понедельникам, вторникам идет штатная нагрузка, по средам, четвергам идет почасовая нагрузка. И, соответственно, мы пишем число, например, у нас понедельник первое, вторник второе, среда третья, четверг четвертая, и отмечаем студентов. В случае, когда много дат, может не хватить вот этих вот ячеек, которые здесь по умолчанию нарисованы, потому что их тут всего немного. И иногда может понадобиться добавить дополнительные для того, чтобы поместились все числа. Для этого мы выделяем, вот так же, как мы выделяли строку, мы теперь выделяем столбец. То есть, наводим курсор на столбик на какую-то букву латинского алфавита. Соответственно, туда, куда вам надо вставить числа. Ну, если он пустой, то эти столбики, естественно, вставлять можно в любом месте. Они мешать не будут. Если уже какие-то числа заполнены, то, опять же, имейте в виду, что при вставке столбца он будет добавляться слева от того места, которое мы выделили. Ну, вот, например, давайте сейчас покажу. Я тут напишу какое-нибудь пятое число. Вот, теперь я эту строчку выделяю. Точно так же курсор должен принять форму черной стрелочки тоненькой. Я выделяю весь столбец. И там, где вот мы вставляли строчку, вставить у нас теперь будет вставить столбцы на лист. Поскольку выделили столбцы, вставляются столбцы. Нажимаю, столбец добавился слева. Вот, поэтому, пожалуйста, будьте аккуратны. Если вам надо что-то куда-то вставить, выделяйте правильный столбец. Точно та же история, что и со строчками. Если мы выделим три или четыре столбца, то у нас и добавится три или четыре. Вот, раз, два, три, четыре. Ставить столбцы на лист. Вот они у нас приехали. И у вас, соответственно, расширится эта табличка, и можно будет писать все недостающие числа. Так, тут все. Присутствие обозначается буквой B, отсутствие обозначается буквой NB. Тут тоже понятно. Так что... Еще вопрос один. Специальности мы должны вписывать полные наименования с числами? Нет, конечно. Можно коротко написать. Вы это уверены? Не очень. Это лучше у Натальи Викторовны узнать. Я больше по технической части, чем по правильной. Да, лучше узнать. Теперь, на всякий случай, покажу еще одну вещь. Не знаю, насколько она пригодится. Дело в том, что не всегда в отведенный размер ячейки помещается слово. Например, вот как София Гафудина у нас спросила, если в слово специальность вписывать все вместе с цифрами, то, скорее всего, конечно, в одну строчку все это не поместится. Поэтому можно сделать следующую вещь. Можно расширить ширину, которая у вас стоит по умолчанию. Для этого, например, мы хотим где слово специальность, сделать этот столбик пошире. Выделяем его так, как мы его выделяем, то есть сверху черной стрелочкой. И дальше мы идем в слово формат. Вот здесь вот. Это там, где было вставить, удалить и формат. И у нас есть ширина столбца. Это третья сверху строчка. Туда нажимаем. По умолчанию стоит 20. Ну, в принципе, тут опытным путем, конечно, больше подбирается. Ну, скажем, я поставлю сейчас, давайте, 30. Вот, посмотрим, насколько он увеличится. Вот. Если мало, добавляем еще. Да, и забыла сказать, конечно, что если как добавить строчку показало, как удалить не показало, но принцип тот же самый. Значит, строку или столбец выделяем, вот как здесь, например, и там же, где вставить, рядом с ней кнопочка удалить. Нажимаем туда. Удалить строки с листа. Если вы выделили именно строку целиком, то ячейки трогать не надо. Удалить строки. Если вы выделили столбец, то там будет надпись удалить столбец с листа. Убираем. Строчка ушла. Так. И это у нас журнал был индивидуальный. А теперь давайте посмотрим журнал групповой. Ну, там, в принципе, отличий почти нет, наверное. Вот. То же самое титул. Абсолютно то же самое. Никаких изменений. Здесь, кстати, если посмотрите, здесь вот три вкладки по умолчанию. Титул, основной раздел и лист 3. Он, кстати, пустой. Совершенно нам не нужный. И можно его, например, щелкнуть на нем правой кнопкой мышки и нажать удалить. Тогда он у нас исчезнет. Так. Здесь то же самое. У нас номера по порядку. Фамилия, имя, отчество. Месяцы, числа. То же самое, если не хватает чисел, выделяем наверху столбец. Главное, не перепутать и не начать по привычке, как в Word, выделять вот так весь столбик, потому что вы не захватите тогда всю вертикаль, и могут быть потом проблемы. С этим это не очень удобно. Поэтому вот прям на столбике нажимаем, выделяем и либо добавляем числа, либо можно что-то удалить, если не нужно. И в правой части у нас есть номер занятия, дата. Опять же, можно, например, в дате, ну, хотя нет, тут вроде нормально. Если не хватает места, да, тоже можно сделать ширину столбца чуть-чуть побольше. Часы проведения занятий, содержание, подпись. Подпись, не знаю, честно говоря, как здесь делать. Скорее всего, пустое место останется, либо это распечатывается и потом вписывается. То есть, она, видимо, стоит по старой памяти. Технически, конечно, мы ее сюда не вставляем. Так. Текущие консультации, курсовые работы. То же самое. Здесь, видимо, количество часов должно быть. Так. И... Да, на всякий случай, если, например... Предположим, если у вас остался, например, ну, содержание занятий, если темы занятий, например, совпадают из года в год, то можно их, конечно, не вписывать руками, а копировать. Тогда мы, ну, предположим, у нас есть один, два, то есть тут будут слова, конечно, какие-то. Вот. Что можно сделать? Можно выделить. мышкой. Толкнуть правой мышкой. Ну, тут кто как копирует. Можете правой мышкой нажимать, копировать. Кто знает горячие клавиши control-c. и дальше мы выделяем правой мышкой и вставить. И тогда наши темы занятий скопируются. Ну, или, предположим, дату, если повторяются по тем же числам, чтобы не писать два раза. Например, у вас с 13 до 14 лекция, потом с 14, ой, простите, пожалуйста, с 14 до 15 одного, но числа у вас совпадают. Можете в одной вкладке написать все эти числа, потом выделить, скопировать, пойти в другую вкладку, которая уже подготовлена, заполнена. Точно так же выделить мышкой и вставить сюда. Ну, у меня ничего не вставилось, потому что ничего не было написано, но оно, конечно же, работает. В этом, конечно, преимущество электронного журнала есть в том, что какие-то вещи можно копировать, вставлять. Не обязательно это все писать руками по нескольку раз. Вот. То же самое с числами, с месяцами. Все это прекрасно копируется, переносится. Прошу прощения. А если у нас, например, лекции идут в один день, допустим, с 12 до 13.30, а в другой день, допустим, с 14 до 15.30, то есть скопировать вот так, как вы сейчас показали, не получится. Они через одного, вот в этих часах проведения занятий, они будут чередоваться друг за другом. Тогда получается, каждое гнездо надо отдельно копировать. А, если я вас правильно поняла, сейчас покажу еще одну вещь. Значит, смотрите, например, у нас, ну, если все подряд, то, конечно, тогда так, как я показала сейчас. Давайте так сделаем. Например, у нас есть один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Если нам надо скопировать все подряд, то мы протягиваем мышкой и делаем дальше. Если нам надо скопировать выборочно, например, у нас, мне надо скопировать только нечетные числа, один, три, пять, семь. Тогда мы делаем так. Зажимаем Ctrl, клавишу Ctrl на клавиатуре и жмем те ячейки, которые нужно выделить. Один, три, пять, семь. Конечно, это можно делать не через одну, через две, через пять. То есть выборочно в любом, в любое место, тогда он скопирует ячейки выборочно. Вот. И можно будет их вставить. Если я... Правильно я поняла вас, да? Вы правильно поняли. Только там никакой экономии времени не получается, потому что сначала надо будет скопировать нечетные числа, потом точно так же надо будет скопировать четные числа, потому что у нас идет, допустим, вторник. Одно время четверг, другое время. И вот это чередование вторник-четверг, оно будет повторяться. Получается, что быстрее вести вручную, чем копировать и вот так вот вводить сначала четные, нечетные. Я понимаю. Я, в принципе, с вами совершенно согласна. Я, конечно, иду сейчас поперек себя, но я всегда всем студентам говорю, что руками на самом деле писать гораздо быстрее, чем писать на компьютере. Особенно какие-то сложные вещи. Да, конечно, позже, в смысле редактирования, у набранного компьютерного текста есть преимущества. В плане, конечно, записи и журналов, и нот однозначно, конечно, руками гораздо удобнее. Но у нас с вами выхода нет, поскольку обязали заполнять журналы электронно, поэтому, как могу, пытаюсь помочь. Кстати говоря, на всякий случай, значит, вот я показала, что можно выделить, ну, не знаю, может быть, вам фамилии студентов понадобятся выборочно, например, лекции, например, ходит весь поток, а на индивидуальные ходят какие-то, например, там, пять или семь студентов, их из общего списка можно тоже выделить, копировать и вставить. И, соответственно, если мы, например, я сейчас показала, как можно выделить ячейки с помощью клавиши Ctrl, и можно выделить точно так же диапазон с помощью клавиши Shift. Например, если мы зажмем слово Shift, ой, слово, клавишу Shift, щелкаем ячейки. Ну, давайте сейчас напишу что-нибудь, например, что-нибудь, чтобы было видно. мы можем выделить с помощью клавиши Shift ячейки в диапазоне. То есть я, например, щелкаю вот сюда, зажимаю клавишу Shift и щелкаю, например, вот сюда. И тогда у меня выделяется кусочек между первым и последним щелчком. Возможно, на вот этом примере это не очень понятно зачем, но если у вас большой фрагмент, например, когда нужно прокручивать мышкой лист, вот, то это очень удобно, потому что тянуть вот так бывает не всегда удобно. Иногда бывает проскальзывает, пробегает, не туда попадаешь, а вот именно с Shift клавишей вот раз сюда прокрутили и, например, два. И вот у нас выделился кусочек. Вот. Это на всякий случай это к журналу не относится, просто полезная очень вещь такая. Вот. Ну и Ctrl, вот, да, как я показала. То есть раз, два. Вот можно выделить в хаотичном порядке любые ячейки. Вот они серенькие. Их видно. Скопировать, вставить. На всякий случай. Так. Ну, пожалуй, что, наверное, все, что я сказала. Вставить, объединить. Наверное, пока все. Если есть какие-то вопросы, то я внимательно слушаю. У меня вопрос по видам работы. Лекции, понятно. Эти самые, там, консультации, понятно. Но есть такие, допустим, проверка таких-то работ, проверка таких-то работ. Это же не всегда связано с конкретными числами. Как вот в таком случае делать? Тут, наверное, я не помогу, потому что это у нас Наталья Викторовна отвечает за вот такие вещи. Ну, вот здесь, конкретно в этом журнале, это у нас групповой, да, вот у нас есть консультации. Если чуть-чуть вниз прокрутить, да, в правой части. Текущие консультации, курсовые работы, проверка контрольных работ, проверка домашних заданий. Я так понимаю, что они не относятся к числам. То есть, видимо, надо написать общее количество часов сюда. И, ну, то, как они рассчитываются по нагрузке на конкретный вид работы. И, соответственно, уже здесь, здесь будет у нас, здесь будет у нас цифра. Точнее говоря, даже не цифра, а у нас, не знаю, честно говоря, потому что вот в индивидуальных занятиях, там вот ниже было, да, что один час присутствия обозначается буквой B, отсутствие обозначается буквой NB. Один выработанный час буква B, два часа буква BB. Если там, скажем, часы, например, будут неполные, там час 30 или час 25, то либо часами, либо прям даже не знаю. Но, опять же, я отвечаю за техническую часть заполнения. вот как это делается по правилам, по правилам нагрузки, лучше, наверное, спросить у Натальи Викторовны. Я попробую ее завтра. Если я до нее завтра дойду, попробую узнать. И, соответственно, завтра у нас еще дополнительное занятие. можно будет там это обсудить. А видеозапись будет потом доступна? Потому что у меня, например, завтра весь день занятия. Я ни в каком виде не смогу вас послушать. Да-да, конечно. Вот я сейчас на запись поставила, она сохранится. Я точно так же и завтра сделаю. Так что можно будет. Конечно. И сами журналы можно, там от этого канала файлы должны быть, потому что я сейчас при попытке нажать на журнал встретилась с такой формулировкой, что мне недоступна эта функция. Непонятно почему. У меня работает программа, все нормально. Мне тоже. В чате я не могу. Вполне возможно. Конечно, вполне возможно, что у меня стоят какие-то ограничения, я проверю и будут доступны, да. Конечно. Хорошо. И там идет курсовая работа, это индивидуальные занятия. Они стоят в журнале групповых занятий. Но, видимо, тоже шаблон еще не доработан. Да, это вот как мне прислали, вот я с тем же и работаю, то же самое. По поводу, кстати, журналов, я сейчас попробую поставить доступ, но я, если что, могу присылать на электронную почту, в конце концов, если вдруг прям совсем что-то будет недоступно. Если файлы поместите, то там можно скачать, наверное. Я вчера специально добавила как раз, наверное, там разрешение просто не поставила. Видимо, да. Смотри. Где-то они, наверное, должны быть просто на сайте, это же не секретный документ. Да нет, конечно. Ну вот на сайте где-то должен быть, чем же вам стараться. Надо просто дать адрес, куда нам обращаться за электронными формами. Все? Ну, в принципе, в прошлом году мне деканат присылал электронные журналы. Я не могла писать в прошлом году из-за травмы. Мне присылал деканат электронный журнал. Может быть, через деканаты тогда тоже? Нет, это должно быть на сайте в открытом доступе. И раз это такая обязательно-обязательная вещь, то это должно быть всем доступно. В принципе, они... Совершенно точно есть у Натальи Викторовны Лисицыной. Она их рассылает по просьбе. Это вот не должно быть по просьбе, если это обязательная вещь, понимаете? Конечно, да. Еще есть у кого-то вопросы? Нет, к технической, как вы рассказали, все достаточно понятно. Здесь просто нужен навык определенный, чтобы это делать на автоматизме. Но по времени заполнения это значительно превосходит. То время, которое тратишь на обычный журнал рукописный. И, как говорится, возникает вопрос, а стоит ли игра свечи? Я совершенно согласна, потому что я каждый раз в начале года мучаюсь этим. Это целый день уходит на заполнение. Даже если присылают электронный список студентов, все равно это неудобно. Это надо по строчке копировать, вставлять. Часто Excel не видит, не всегда понимает то, что прислали в Борде или в каком-то еще формате. Поэтому, да. А потом, кстати, это неудобно, потому что мы же заполняем посещаемость на занятия, а не с компьютером ходим. Я себе распечатываю прямо... Я сначала делаю в электронном виде. Нет, это двойная работа. Да. Это же чушь собачья, извините, конечно. Я всегда, я хожу с бумажкой в сумке, пишу сюда, потом прихожу домой и впечатываю сюда. Потому что, нет, но на бумаге однозначно работать удобнее. Тут даже вопросов нет никаких. Не говоря о том, что если, не дай бог, с компьютером что-то случится у тебя, и все электронные журналы, как говорится, почат в ВОЗе, то потом придется их восстанавливать, не дай бог. Так что я просто не вижу смысла при нынешнем, так сказать, развитии техники и этих программ вообще вводить электронное заполнение журналов. Ну, то есть, может быть, по желанию, да, может быть, кому-то это удобно, но я вижу в этом только одни минусы. Я так понимаю, что это удобно для проверки, потому что проверка у нас, я так понимаю, теоретически она должна быть каждый месяц. То есть, мы каждый месяц должны присылать Наталье Викторовне журналы, она смотрит, все ли правильно заполнено. И в электронном виде, я так понимаю, это просто удобнее, чем приносить ей вот эти вот все ворох бумаг. Но, опять же, это уже не ко мне вопрос. Так все говорят, что педагогам надо все облегчать, школьным учителям и так далее. Мы получаемся в ситуации такой же, как школьные учителя. Двойное заполнение журналов, бумажное и электронное. И, в общем, это, конечно, очень нехорошо. Это не в интересах учебного процесса. Вот в чем вопрос. Лишнее время тратишь на бумаги. К сожалению, Excel, она достаточно неудобная все-таки программа. Она хоть и сделана... То есть, в каких-то вещах, в каких-то, вернее, областях люди в ней работают. Она удобна для математических форм, для подсчетов, для составления вот этих прайс-листов, так называемых. Но для журнала, конечно, не очень. Потом у нас вот в общих группах студент ушел в армию, студент пришел из армии, студент перевелся из одной группы в другую. Это как решать эту проблему? Ну, наверное, можно, если он... У него же, если у него академа или армия, она идет с какого-то числа, и можно, в принципе, вот ему в этих ячейках, например, там, Вася Иванов, вот если видно, да, вам еще экран у меня. Например, вот тут у нас там будет первое, третье, пятое, седьмое, девятое и одиннадь. И вот с одиннадцатого числа по какое-то число, ну, предположим, до конца семестра, он у нас пропал. Значит, мы выделяем все вот эти вот ячейки, которые есть. Ну, это как я себе представляю, по крайней мере, чисто технически, как это можно сделать. И вот здесь, вот наверху у нас, примерно в центре экрана, объедините, поместите в центре. Есть такое слово, строчка, нажимаем, ячейки объединяются, и можно, например, написать там армию. Вот так. Ну, хотя бы как-нибудь, чтобы хотя бы было... Или там академический отпуск, например, он ушел. Если нас еще проинформируют, с какого числа он ушел. Это деканат, да, это уже не так. Да, это мы даже еще дополнительную работу делим. Спасибо. Вот, ну, если вопросов нет, то, наверное, можно потихонечку закругляться. Я не знаю, подумайте, пожалуйста, что бы вы завтра хотели услышать, потому что, в принципе, вот по журналу, по техническим параметрам я что смогла рассказала. Завтра я могу немного рассказать про Excel, но, в принципе, ничего нового сильно я, конечно, не расскажу. То есть я могу немножко вот про ячейки рассказать, про создание таблицы. Не знаю, насколько это нужно, вот, но поделюсь чем, что знаю. Да, Наталья Леонидовна, спасибо за чисто технически, в общем, все понятно. Сюда, как говорится, хочется пригласить кого-то, кто ведает вот всем этим учебным процессом и спросить, как они себе предполагали, вот как мы это сюда будем все вписывать. Я не знаю, потому что правильная часть наших вопросов, она не к вам. С технической стороны, я не знаю, мне понятно, как коллегам, не знаю, за консультацию спасибо. Журналы, да, просьба может быть действительно на сайте. У нас же бланки отчетов спокойно на сайте по научной работе, скажем. Значит, бланки журналов тоже не такой уж секретный документ. Да, конечно, я думаю, что можно бы попросить. Но если завтра я дойду до Натальи Викторовны, я ее попрошу это сделать. По крайней мере, скажу, что была такая просьба. Да, возможно, может быть, с ней стоит какую-то сделать консультацию. И это будет проще, потому что так не каждый ходит ногами, она каждому объясняет это все в письме. А если это как-то делать общим таким потоком, я думаю, что часа тоже вполне хватит. Но это тоже, опять же, конечно, не ко мне. Это я так мысли просто подаю. Да, ну хорошо, спасибо. Хорошо, спасибо вам тоже за присутствие. Спасибо, до свидания. До свидания.